Субботним днём 11 октября в СГТУ имени Гагарина состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля науки 2014. Подобные фестивали науки проводятся во всех регионах России с 2011 года. В Саратове фестиваль проводят уже в пятый раз. Основная цель фестиваля – помощь в профориентации будущих абитуриентов. Открыли мероприятие и глава области Валерий Радаев, председатель общественной палаты Саратова Александр Ландо и ректор СГТУ Игорь Плеве. Область науки нужно продвигать. И такие фестивали, как сегодняшний, успешно это делают. Спасибо организаторам фестиваля за работу на будущее региона. Желаю всем собравшимся плодотворной работы и увлекательного знакомства с миром науки и прогресса. Фестиваль науки посетило около 4 тысяч школьников. Гости фестиваля могли оценить достижения учёных, креативные проекты студентов и, самое главное, перспективы научных направлений в образовании. Одной из самых привлекательных сфер в образовании, по мнению школьников и студентов, являются компьютерные технологии. Ну, я специальность выбрал именно по направлению компьютерных технологий и хочу, чтобы в дальнейшем я смог разбираться в этих технологиях, разрабатывать программы. Мне это нравится. И в дальнейшем, если будет возможно, работать на крупнейших корпорациях. К тому же, у них есть большое будущее. Они развиваются и развиваются. Этому нет границ. Есть много чего ещё не разведанного, не открытого. Есть ни о чём трудиться. В рамках мероприятия гости фестиваля могли поучаствовать в мастер-классах, где ведущие специалисты города не только рассказали о тонкостях профессиональной сферы деятельности, но и продемонстрировали на практике свои навыки и умения. Одним из самых увлекательных был мастер-класс по работе на телевидении, организованный съёмочной группой «Открытый канал». Я бывала на мастер-классе и телевизионного телевидения. Мне очень понравилось, очень интересно. Нам говорили новинки, потом какие бывают программы, впечатлений уйма. Центральным событием фестиваля, как и в предыдущие годы, стала выставка. Большой интерес у гостей фестиваля вызвали гоночные микромашины «Картинг и баги», которые можно было испробовать в тест-драйве. Впечатления от выставки остаются весьма позитивными, если не брать в расчёт интересную статистику занятости новоиспечённых специалистов. В России как минимум половина выпускников высших учебных заведений работает не по той специальности, которая значится у них в дипломе. Причину этому молодёжь объясняет следующим образом. Не окунувшись в профессию, невозможно понять, кем хочешь быть. А сделать это можно только тогда, когда имеешь на руках диплом. Юлия Нестеренко, Матвей Фляжников, Открытый канал, информационное агентство «Свободные новости». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...